Красная площадь города Чебоксары в пятницу 29 мая стала местом встречи творческого сообщества. Здесь в режиме свободного микрофона проходила презентация и обсуждение программы «Чебоксары. Комфортный город». Город Чебоксары приступает к формированию абсолютно новой комфортной городской среды. На площадке перед Чувашским драмтеатром, откуда хорошо видно большую часть залива и прилегающей территории, собрались представители администрации города, архитекторы, руководители парков, городских предприятий, общественность и молодежь. Проект «Открытый город» перешел в новый формат. Обсуждаем интересные городские проекты. Это и Красная площадь, развитие территории Чебоксары и набережной Волги. И мнение наших горожан, это очень важно, чтобы наши дальнейшие проекты, эти же проекты для горожан. И мнение каждого важно, потому что что-то новое предложили, а кому-то, может, горожанам это не понравится. И нашим проектантам, архитектам стоит задуматься, нужно ли этот проект делать. Или тот проект, который в первую очередь интересует горожан, надо тот проект выносить. К примеру, творческий бульвар из праздничных дней плавно трансформируется в пешеходный бульвар будний. От Национальной библиотеки до Красной площади становится приятно ходить, смотреть картины художников на зданиях, отдыхать на остановках общественного транспорта. Появляются лавочки, проектируются удобные остановки с буккроссингом, объемные подсвеченные клумбы, а также велодорожки. Основной принцип политики поддержки велосипедистов – это поиск места на улице, где у них есть дела в магазинах, жилых домах и офисах. Главное для велосипедистов – это безопасность движения от двери до двери. Важное звено в велосипедной политике – это возможность безопасно оставлять велосипеды на остановках и пересадочных узлах. Стоянки необходимы на улицах, у школ, офисов и жилых домов. Развитие получат городские парки, скверы и бульвары. На таких благоустроенных площадках будут проводиться тематические встречи выходного дня. Школа танцев, открытый микрофон, КВН – в общем, все, что рождает и поддерживает традиции. Мы считаем, что необходимо зеленые зоны, интегрировать людей в зеленые зоны, то есть сделать клумбы такими, чтобы к ним можно как-то пройти, посидеть среди зелени, устроить какие-то места, скамейки, которые прям могут быть на мостовой, которые позволяют общаться, присесть в любом месте города. Не только архитекторы, но и сами горожане могут качественно менять общественные пространства своими предложениями. При этом многие из разработанных проектов не предполагают существенных затрат на реализацию. Город становится местом, где приятно проводить время. Мне кажется, общество должно знать, к чему город вообще стремится, как он будет выглядеть. То есть, вот это, мне кажется, идет на пользу не только горожанам, то есть на пользу идет администрация, то, что они себе наматывают, можно сказать, на ус, что нужно в городе, какие изменения произвести, мне кажется, от этого огромный плюс. Нужны, конечно. Что проспрашивать народ, узнать, чего они хотят, как сделать красиво, как устроить, чтобы было благополучно людям всем. Чтобы горожане знали, что это, какой у них будет город, чтобы они представляли, где будут жить. А не то, что сейчас ходишь там, и даже не знаешь, что будет. А так это приходят, ходят, рассказывают, что там есть, что будет. Горожане передавали микрофон из рук в руки, высказывали свои замечания, делились идеями. Предлагали развивать пляжные виды спорта, установить зверей из живых растений, статую из гипса, соединить с пешеходным переходом монумент матери и речной порт, усилить национальный колорит, добавить арт-объекты вместо коричневых скамеек и многое другое. Действительно предоставляют те решения, которые нужно применить в том или ином проекте. Будем изучать, будем внедрять. Это не ради показухи делается, а для того, чтобы получить достойный проект, все вместе его реализовать и радоваться. Как заверил присутствующих сити-менеджер, интересные проекты будут и впредь выносить на открытые площадки, чтобы в их обсуждении, а затем и реализации принимали участие как можно больше людей. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика.